Промоутер Головкина сделал заявление о допинге Канело после второго боя. Том Лёфлер поделился информацией о странных обстоятельствах после второго боя с Альваресом. «Вода запланировала случайный тест для Головкина после боя. Я уверен, что они собирались протестировать и Канело. Однако на следующий день случайное допинг-тестирование было отменено. Странно, что оно было сначала запланировано, а затем отменено. Возможно, Канело уже был в Мексике, поедал стейки и праздновал свое решение», — написал Лёфлер в твиттере. Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Роман Гонсалес сообщил ESPN Deportes, что он уже получил предложение о проведении в 2019 году поединка за титул WBA в первом легчайшем весе против его обладателя в британцах Олида Яффой. Также 31-летний никарагуанец заявил, что в 2019 году он намерен продолжить выступление в первом легчайшем весе с намерением провести третий поединок против чемпиона WBC Срисакета Суора Фрунгвесаи, которому он дважды проиграл в прошлом году, а затем в 2020 году Гонсалес планирует подняться в легчайший вес в погоне за чемпионским титулом в пятой весовой категории. Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о семейной трагедии, которая вергла его в депрессию и превратила в наркозависимого. В 2015 году Фьюри стал чемпионом мира, победив Владимира Кличко, но затем он начал пить и принимать наркотики. Я никогда не рассказывал об этом, но моя супруга Пэрис родила ребенка. Он родился мертвым на седьмом месяце беременности. Я находился в больнице. Когда она рожала, мы были в одной части госпиталя, а в другой мой дядя Хьюи, который тоже умирал. Это случилось в конце 2014 года, наверное. Я никогда особо об этом не думал, я старался не думать обо всем, но после боя с Кличко мысли начали лезть мне в голову. Все накопившиеся проблемы произвели эффект взрыва, сказал Фьюри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова